Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы осуществим посадку на модекс секции основные направления услуг и посадка данной секции будет несколько отличаться от посадки предыдущих секций все что мы делали при посадке объектов, допустим, тизеров, галереи мы использовали дополнение мигс Сегодня мы будем осуществлять посадку секции основные направления услуг и здесь есть некоторые отличия Смотрите, если у данных айтемов не было внутренней страницы то у айтемов монтаж, проектирование, оборудование есть свои внутренние страницы Соответственно, каждый такой айтем мы будем заполнять немного другим способом используя pdo-resources Ссылку на полную документацию pdo-resources вы сможете найти на странице данного урока ссылка в описании Итак, поехали! Давайте для начала создадим новую категорию Так, шапка сайта, тизеры, три галереи, четыре Это у нас будет направление Давайте так и назовем, направление Остальное все по умолчанию, родителя нет Так, дальше давайте откроем chunk Так Так, as profile, as works, as direct Направление Так, посмотрим, что у нас здесь Ну, здесь у нас заголовок, основные направления услуг И пошли айтемы какие-то Item vertical Coloss M4 Это у нас будет непосредственно контейнер или div айтема Так В принципе, все остальные айтемы можно удалить и оставить только первый Так, вот он первый айтем Мы его оставляем, остальное удаляем Дальше Можно вырезать также и первый айтем И создать новый chunk Быстро создать новый chunk И давайте его назовем Direct Item Или Direct TPL Direct TPL Категория Ну, в принципе, можно сразу разбить по категории То есть это у нас четыре направления будет Чтобы было понятно, к чему, что у нас относится Так Давайте обновим Четыре направления у нас появилось Direct TPL И теперь выводим Pdo Resources Pdo Resources Так У Pdo Resources есть свои параметры Соответственно, поэтому пишем у вас вопросительный знак И начинаем прописывать параметры Так, TPL Первый параметр TPL Равно Так Так Вот такие кавычки Я читал комментарии Многие не знают, как ставить такие кавычки Это в английской раскладке Русская буква Йо Слева Так Так Direct TPL Следующий параметр То есть, смотрите Мы выбираем При переборе При выборке Мы выбираем Для вывода каждого айтема Direct TPL Новый, который мы создали Дальше что мы делаем Дальше нам необходимо указать родителя Давайте посмотрим на ресурсы Смотрите, у нас главное 1, 5 Ну и так далее Видим в скобочках Это айдишник А родительский айдишник Это 0 То есть, это родитель всего Можно так сказать Так Ну и соответственно Прописываем Так Прописываем Parents Так, parents И равно Равно 0 Хотя, в принципе, parents По-моему, можно было и не прописывать Тут важнее другой параметр Ладно, давайте попробуем без parents Смотрите Ну давайте сначала все очевидные параметры пропишем Это лимит И мы видим, что у нас здесь 3 элемента Соответственно, мы не дадим Контент менеджеру Ввести более 3 элементов Лимит равно 3 Так, идем дальше И параметр, который нам наиболее важен Это ресурсы Смотрите, для монтаж, проектирования То есть, направление Да, основные монтаж Проектирование И оборудование Соответственно Пишем Ресурсес Ресурсес Равно И перебираем через запятую Это у нас Проектирование 6 Так 6 Запятая Оборудование Ну, смотрите Монтаж Это 5 Ну, давайте лучше Наверное, с 5 начнем 5 Запятая 6 И запятая Оборудование 7 Соответственно Так, давайте сохраним Ну и проверим По идее, у нас сейчас Все должно остаться без изменений Только Нет, у нас вообще они не вывелись Так, да И все-таки необходимо нам прописать Паранс равно 0 То есть, мы берем Как родительский элемент Родительский ресурс для всего С идентификатором 0 Так Ну и видим, у нас вывелись элементы Вывелись айтемы И все они одинаковые, как мы видим Поэтому нам необходимо внести Некоторые изменения В Direct TPL Давайте откроем Direct TPL И уже будем заниматься им Выводом Смотрите У нас есть Некоторые уже готовые Поля Которые можно В принципе вывести Например, смотрите У нас есть заголовок Page Title Ну, давайте и выведем Сначала Page Title Так Вывод в чанке У нас происходит через плюс Page Title Давайте проверим Вводится или нет Ну, конечно Нам надо будет добавить Еще дополнительных полей Да, смотрите У нас оборудование Проектирование И монтаж То есть, тайтлы у нас У нас уже заменились Так, давайте откроем Верстку Чтобы нам заполнить Актуальной информацией Откроем Lesson.vk Read.html Архивчик, который мы скачивали На прошлых уроках Так, ну и давайте откроем Индекс.html В Firefox Так, и заполним Актуальной информацией Какая информация у нас Должна быть Это Изображение Это SVG Файл Page Title Уже Считайте Мы забили И можно задать Или Long Title Или Description Ну, давайте Вот это вот Поле Задим В Description Хотя Description Больше относится К SEO И, наверное Наверное Смысла там нет Ладно, давайте Откроем Так И смотрите У нас еще порядок Оборудование Проектирование Монтаж Но Но здесь у нас Обратный порядок Монтаж Проектирование Оборудования Соответственно Мы можем Задать Порядок То есть Вывод Следующим образом Давайте Откроем Секцию S-Direct Так И изменим Немножечко Порядок SortDir Так SortDir Равно Изменим Порядок Давайте Ast То есть Противоположный Порядок По умолчанию По моему Desk Да Монтаж Проектирование Оборудования Все отлично Теперь нам Необходимо Задать А нет Это Это Верстка Давайте здесь Одно и посмотрим Изменилось Да Монтаж Проектирование Оборудования Все отлично Так Теперь Смотрите Давайте Откроем Непосредственно Ресурсы Сейчас Я открою Новую Вкладочку Чтобы Нам Не Мешать Нашей Разработке То есть Обычно У меня Две Три Вкладки Открыто В админке Modex В первой Я Редактирую Ресурсы Давайте Откроем Начнем Наверное С монтажа Так Да Начнем С монтажа То есть Начнем Заполнение Так Откроем Монтаж Page title Все это Понятно Мы его Уже Вывели Описание Да Вот это Можно в принципе Добавить В описание Потому что Если мы Добавим А нет Смотрите Если мы Добавим В описание То SEO description Может Несколько Отличаться Поэтому Лучше всего Добавить Это в аннотацию В аннотацию То есть Монтаж Аннотация Давайте Сразу Сохраним И посмотрим Какое еще Здесь поле Есть Ну Кнопка Это понятно Это у нас Вслухающее окно Тут в принципе У всех Одинаково Это работает То есть Мы нажимаем И у нас Соответствующий Заголовок Применяется Мы это Рассматривали На этапе Верстки И сейчас Никакой разницы В выводе Особо быть Не должно Давайте Забьем И следующее Что мы должны Забить Это Изображение Так Изображение Изображение Для того Чтобы выводить Изображение Нам необходимо Указать Дополнительное поле Смотрите Да У нас еще Здесь Шаблон Да Главное Давайте Выберем Пока Пустой Шаблон Хотя Нам уже Нужно Создать Шаблон Чтобы К нему Применить Какие-то Поля Сейчас Все Это Сделаем Так Шаблоны Главное И Ко всем Внутренним Страницам Монтаж Проектирование Оборудование И так Далее У нас Будет Применяться Один И тот Же Шаблон Который Мы Назовем Ну Например Например Или Уж Сделать Отдельно Да Давайте Наверное Знаете Как Сделаем Давайте Сделаем Шаблон Один Для Всех Внутренних И Каких-то Текстовых И Назовем Шаблон Внутреннее Так И Назовем Например Внутреннее Его Так Дополнительное Поле Это все Пока Не трогаем Так И Создадим Дополнительное Поле Для Внутренней Ну Можно В принципе Так И задать Изображение Просто Изображение То есть Общая Информация Так Сейчас Посмотрим Если у нас Просто Image Потому что Не должны Повторяться Дополнительные Поля Названия Да Это будет Image То есть Это поле Image Будет Применяться Не только К страницам Монтаж Проектирования Оборудования Но и К каким-то Статьям Если появится Статья Или еще К каким-то Дополнительным Полям Так Имя Image Подпись Давайте Изображение Изображение Описание Оставляем Так Категория Что касается Категории Я думаю Нужно Создать Новую Категорию Давайте Создадим Новая Категория И назовем Ее Изображение Изображение Родителя Не указываем Так Здесь у нас Не появится Нужно Сохранить И соответственно Обновить И указать Уже Категорию Здесь Так Категория У нас Будет Вот она Изображение Параметры Параметры ввода Мы выбираем Изображение Соответственно Так Изображение Доступно Для шаблонов Внутреннее На главной Странице Нам в принципе Не нужно Это все Так Отлично Мы создали Поле Дополнительное Image Давайте Перейдем На ресурсы Монтаж Так И выберем Здесь шаблон Соответствующий Внутреннее Так Сохраняем У нас Появилась Вкладка Дополнительные Поля И здесь Изображение Давайте Посмотрим Какие Изображения У нас Здесь Применяются Исследовать Элемент То есть Посмотрим Патч Где их Можем взять Чтобы нам Долго Это все Не делать А Смотрите Да У нас Заменяются Заменяются Ладно Отлично Давайте Тогда Так Выберем Изображение Соответствующее Так Assets App MG Так И здесь Посмотрим Так Ну давайте Всю MG Откроем Посмотрим Что тут Вообще Есть People Partners Сертификат По моему Services Да Services Забьем Первый Ну давайте Первый Сначала Забьем И посмотрим Соответственным Образом Нам нужно Изменить Дополнительное Поле Дополнительное Поле Так А нет Не дополнительное Поле То есть А направление Direct TPL Chunk Так Так Давайте Изменим Соответствующим Образом Здесь Мы Просто Вводим Картинку Но Смотрите Чтобы Ввести Дополнительное Поле Нам Нужно Сделать Кое Что Еще То есть Если Мы Просто Введем Image Vault Допустим Мы Введем Монтаж Обратите Внимание Что Vault Нам Нужно Вырезать Какие Возможные Теги Ну Мало Ли Вдруг Контент Менеджер Захочет Применить Какие Теги Для Этого Используется Фильтр Strip Tags Strip Tags Вот Такой Фильтр Эти Фильтры Очень Важны И Я Советую С ними Ознакомиться В документации Модекс Здесь Есть Все Возможные Фильтры Очень Много Фильтров И Они Все Нужны Практически Обязательно Познакомьтесь Это Очень Интересно Ссылку На Данную Страницу Документации Модекс Вы Найдете На Странице Данного Урока Продолжаем Так Выбрали Изображение Давайте Сразу Изменим Вывод Так Image И Сразу Обновим Сейчас У нас У первого Элемента Должен Быть Image Так Image У нас Нет Друзья Давайте Посмотрим Почему Ага У нас Нет SRC То есть А Да Он Не Выводится Почему Он Не Выводится Давайте Откроем Еще Раз Шаблон Элементы То есть Не шаблон А S S Direct Откроем S Direct И Пропишем Еще Один Параметр Очень Важный Include Include Так TV И S TV Большими И S Маленькими Это все Вы найдете В документации ПДО ПДО Ресурсы Которые Вы найдете На странице Данного Урока И Здесь Мы Перечисляем Ну В принципе Перечислять Нам Немного У нас Всего Лишь Одна Картинка В дополнительном Поле Все остальное Мы Вводим Штатными Средствами Ну И Соответственно Это у нас Image Include TV Include TV Image Обновляем Так Нет Да Так А не Водится Не Водится Потому Что У нас Давайте Откроем Direct TPL И Не Водится Смотрите У нас Плюс Image А у Нас Должно Быть Плюс TV Image TV Точка Image То То есть Если Это TV Дополнительное Поле А не Штатный Place Holder То Мы Всегда Указываем TV Точка Image Давайте Проверим Как это У нас Работает Да Отлично У нас Это все Появилось Ну Давайте Дальше Заполним Наш Chunk То есть Page Title Здесь У нас Идет Это все Мы Убираем И Здесь У нас Уже Идет Давайте Откроем Документ Наведем И мы Видим У нас Подсказка Introtext Соответственно Мы Вводим Introtext Плюс Introtext Так Button Это все Мы Оставляем Заказать Монтаж Ну Здесь Смотрите Здесь Мы Вводим Также Page Title Что Непосредственно Мы Заказываем Заказать Page Title И в Page Title Уже Вводится То Что Нужно Сохраняем Обновляем Да Отлично У нас Вывелось Все Правильно Но Здесь У нас Нет Картинок Мы Сейчас Заполним Это Я думаю Не Сложно Переходим В Проектирование Так То есть Монтаж Такое Изображение Дальше Проектирование Это у нас Будет Уже Второе Давайте Откроем Дополнительные Поля А Ну да Нам Нужно Сначала Выбрать Шаблон Обязательно На Внутренней Странице Выбираем Шаблон Так Сейчас У нас Все это Дело Обновляется Дополнительные Поля Дополнительные Поля И Изображение Так Здесь Мы Выбираем Assets App EMG Так И Здесь Выбираем Services Выбираем Второе Изображение Второе Сохраняем Обратите Внимание Что когда мы Загружаем SVG Картинки У нас Превьюшка Не генерируется Она у нас Генерируется Только если мы Загружаем JPEG Или PNG Формат Сохраняем И переходим К следующему Ресурсу Следующий Ресурс Это у нас Последний Оборудование Так Переходим К оборудованию Дополнительные Поля Изображение В шапке Выбираем А какое Нахрен Изображение В шапке Нам нужно Выбрать Сначала Шаблон Внутреннее Выбираем Шаблон Внутреннее И у нас Для каждого Шаблона Генерируется Соответствующие Поля Которые Мы заранее Подготовили Я думаю Это понятно Вбираем Assets App EMG Так И здесь Выбираем Services И выбираем Последний Третий SVG Icon Все Давайте Обновим И посмотрим Так Отлично Ага Мы еще Не заполнили Кое-что Но я думаю Это мы Сейчас исправим Давайте Откроем Проектирование И заполним Соответствующей Информацией То есть У нас Открыта Верстка Верстка у нас Есть И мы Отсюда Возьмем Актуальную Информацию Мы Введем Ее В Аннотацию И Перейдем Так И перейдем К оборудованию Так Следующее Оборудование Заполняем Аннотацию Так Сохраняем Я думаю Понятно Почему мы Использовали PDO Resources А не MIGS Потому что У нас Имеются Внутренние Страницы У каждого Айтема Обратите Внимание Это очень важно Если есть Внутренняя Страница Под какие-то Айтемы Это Вводится С помощью PDO Resources Кроме того Если здесь Будет ссылка Вместо Взбывающего Окна Здесь Можно Вывести Соответствующую Ссылку На Соответствующий Раздел Остальные То есть То что мы Заполняли 6 лет на рынке 125 объектов Внутренних Страниц У данных Айтемов Нет Поэтому Мы Выводим Через Микс Это Очень Важно Итак Друзья Ну все Мы Вывели Информацию Видим Здесь Меняется Проектирование То есть У нас Все Работает Все Вводится Из Админки В данном Уроке Мы Рассмотрели Базовую Реализацию Вывода Контента Через ПДО Ресурс Если Вам Интересно Более Подробно Ознакомиться С информацией Переходите На страницу Урока Ссылка В описании Там Есть Ссылки На Все Необходимые Материалы Спасибо За внимание Друзья Встретимся В следующем Уроке